Приветствую вас на канале Bizarre World, меня зовут Макс. И сегодня у нас не будут обычные карты мира и карты от подписчиков, которые у нас бывают. Я для вас подобрал нечто невероятное, трешовое, безумное, смешное и просто без таби тупое. Самые странные и непонятные карты, которые я для вас нашел. Ну что, заинтриговал? Ну тогда давайте смотреть. Перед вами плакат на здании департамента. Вы уверены, что на этой карте Северной и Южной Америки в Африке ничего не пропало? Ну, например, Аляска, может быть Канада. Не? Не слышали о таком? Да, на самом деле это такой панамериканский союз или что, я не знаю. Но здесь Северная и Южная Америка какая-то обрубленная, что ли. Какой-то обрубок непонятный. Ну, видимо, она просто не вместилась. Другого я объяснения не знаю. Ох уж эти американцы. А это карта знаменитого Тур-де-Франс. Ну это, кто не знает, это велогонка такая. Мне больше интересует карта. Почему Средиземное море высохло? Нидерланды вообще затонули, судя по этой карте. А Европа стала неким одним таким суперконтинентом. Что вообще здесь происходит, друзья? Если у вас есть объяснение этой карты, пожалуйста, напишите комментарии. Ну а мы давайте-ка посмотрим следующую карту. О, друзья, это вообще карта дичь. Британский журнал The Economist исправил некие геополитические ошибки в истории. Так сказать, Калининград российский он отправил в Россию. Швейцария в центральной части Европы все время, так сказать, находится ни туда, ни сюда. Ее путают со Швецией, поэтому, так сказать, ее переместили, видимо, к скандинавам. Польша и Прибалтика, походу, обиделись. За тобой обиделись, мне нужно за галант. За галант, я буду любить за галант. Особенно после событий Второй мировой войны. И, похоже, прогнав Великобританию, переместились на ее, так сказать, территории. А Великобритания несчастная уплыла туда, в сторону Атлантического океана. Чехия, так сказать, подползла к Северному морю. Через Германию проползла, похоже. Украина тоже с Беларусью решили на север поползти. Россия, наоборот, так сказать, к Турции поближе. А вот Италию, знаете ли, мне как-то жалко. Ее просто разрубили на две части. Теперь у нас, так сказать, не сапог, а туфля. Вот такие дела. А эта карта вполне себе, так сказать, в американском стиле, друзья. В одной из книг Соединенных Штатов Америки написано. Знаете ли вы, что граница между США и Канадой длиннее, чем 5 американских школьных автобусов в сборе? Да ладно. Ух ты ж, вот это информация, так информация. Да. Ну, конечно, если автобус каждый не тысячу километров в длину, тогда, в принципе, да, да, граница-то будет подлиннее. Что за бред? Да. Ну, такие они американцы, что поделать. А это довольно-таки интересная карта из географического ролика на Ютюбе про Гитлера и его, так сказать, сокровища. Ну, наверное, вы уже тут определили, какие тут странности. Ну, во-первых, Индия поглотила Бутан и Бангладеш. А Бирма-Мьянма почему-то является на этой карте Таиландом. Ну, и есть некоторые странности в Индии. Ну, и вообще, в Камбодже тоже тут что-то довольно-таки все странно. Не находите? Да. Вот такие вот обучающие нынче видеоролики географические. А это просто-таки фантастическая карта, достоверная, Второй мировой войне. В общем, Вторая мировая война, вторжение Великой Германии. Это учебник, да, школьный учебник Соединенных Штатов Америки. Единственное, что мне тут жалко, друзья, это Швейцарию. Как-то ее вот прессуют все время бедная Швейцария. Тут чувствуется прям дискомфорт на стране, да? Находиться между такими молотами наковальни Германии и Франции. А это довольно-таки познавательный географический пост на одном из сайтов. В общем, географическая карта, на которой непонятно, что происходит с Африкой. Она как-то сплющилась, превратилась в какой-то пистолет. Южная Америка тоже немного, так сказать, видоизменилась, да? Так сказать, загогулька какая-то осталась от Индии. Ну, так вообще очень странно. Меня еще, знаете, что пугает на этой карте? Так это горы в Африке, да. Ну, то, что там пустыня Сахара я знал, а то, что там горы есть, да, это для меня открытие, честно сказать. А тут ничего обычного, просто глобус мира из одного из магазинов США. Хочется, так сказать, задать вопрос. Что тут за бред? Люди Республики Китая. Тут что вообще? Как-то выглядит просто вообще нелепо, я не понимаю. Зато, смотрите-ка, есть и Москва, Тула, Тюмень и Омск. Ну, так вот, если вы из этих городов, то американцы знают, что вы там находитесь. Наверное, будут скидывать ядерные бомбы. Хе-хе-хе-хе. Да ладно, я шучу. Так сказать, мраморные страны мира. Единственное, что по этой карте, так сказать, по глобусу жалко, что моря все, наконец-то таки, так сказать, испортили. Они все желтые, токсичные, радиационные. Черт возьми, я так и знал. Вот все это время я так и знал. Эта карта доказывает, друзья, что Япония не могла бомбить Перл-Харбор, так как расстояние было слишком большим. Поняли? Нас просто таки обманывали все эти года. Ну, или просто тупые авторы этой карты почему-то не знают, что планета круглая. А здесь еще одна карта из какого-то видеоролика на Ютьюбе. Жалко, жалко мне, друзья, здесь снова Швейцарию. Они из Германии поползли на юг. Французов, так сказать, приплющили. Пытается Швейцария через Францию, видимо, проползти к морю. Итальянский сапожок уже похож на какой-то непонятный огрызок. Да и знаете ли, Греция уже не та нынче. Да и Югославия, я смотрю, возродилась. Так что все норм. А это, между прочим, друзья, скриншот, сделанный из игры Калавдати Второй мировой войны. В общем, здесь много всяких странностей. Ну, во-первых, Кеннинсберг находится на территории Польши. Но очень странные нестыковки. Франция уже, как бы мы видим, оккупирована. А Польша существует. Вот вам и достоверность игр, так сказать. А это скриншот, так сказать, из мобильной игры, обучающей для детей. Карта мира с сопоставимой цвета. Угадайте, что за континент на карте. И, судя по цвету, верный вариант это Европа. Хе-хе-хе-хе, да, да. Это карта одного из роликов на Ютубе про географию Северной Америки. В общем-то, американский блогер в итоге показал, что, судя по этой карте, у нас Америка немного опухла. Либо у нее какие-то не происходят там события, которые, так сказать, напугали Аляску, которая поползла на север. Бедная Аляска. Может быть, она перемещается в сторону России. Решила все-таки вернуться в нашу родную гавань, так сказать. Да, будем ждать Аляску. Глядишь, скоро приползет, приплывет к нам. Ну и безумно информативная карта страны на континенте Австралия. Очень нужная информативная карта. Теперь уж мы точно будем знать, сколько стран находится на территории Австралии. Спасибо за такую полезную информацию. Если вам понравился выпуск, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Бизарр Ворлд и увидимся в следующем выпуске. У меня на сегодня все. Всем спасибо. Пока-пока. Эх, американцы-то умеют рассмешить. Да. Эх, американцы-то умеютписаться. Продолжение следует...